Даже если человек абсолютно здоров, сходить на прием к врачу никогда не повредит. Плановая диспансеризация позволяет выявить множество заболеваний на ранней стадии. В особой категории пациенты, переболевшие коронавирусом. Я считаю, что это была легкая форма. Я практически не заметила, что я болела, но был кашель и сейчас я беспокоюсь о том, чтобы не было никаких последствий для моего здоровья. Несмотря на хорошее здоровье, Ксения пришла на постковидную диспансеризацию. После общения с врачом ей назначают анализы. По постковидную диспансеризацию входит рентген легких, кровь, общий анализ крови и биохимии. В биохимию входят такие, как печеночные показатели, сахар, холестерин, низкий холестерин показывает и показывает цирреактивный белок. Со стопкой направления Ксения отправляется по кабинетам. Сначала берут кровь. Врачи смотрят основные показатели, по которым можно судить, как работает организм. Затем Ксения отправляется на ЭКГ. Руку развернуть. Все, руки свободны. Держим спокойно. Всего несколько минут и можно отчитать кардиограмму. Ну что, у вас нормально, все хорошо. Остальные анализы будут готовы через несколько дней. И при следующем визите в поликлинику врач расскажет Ксении, как коронавирус отразился на ее здоровье. А тем временем этажом ниже диспансеризацию проходят двойняшки Дима и Марина Чернишевы. Им всего 10 месяцев, но они устойко переносят все медицинские процедуры. Намажем, намажем здесь. Ой, какой уличный мальчик. На диспансеризации ребенка осматривает невролог, хирург и терапевт. Врачи назначают анализы и проводят инструментальные обследования. Ну, самое основное – это общий анализ крови, общий анализ мочи, проведение электрокардиографического исследования, ультразвуковое исследование. Мы смотрим нейросонографию сердца, органы брюшной полости, тазобедренные суставы. Врачи рекомендуют проходить диспансеризацию взрослым не только после коронавируса, но и каждые три года, а детям по рекомендации участкового педиатра.